Так, прошу прощения Закончилась все-таки батарея Пришлось поменять И я немножечко передвинулся от солнца Хотя оно тоже может сейчас Сюда добраться уже О чем я там говорил Про квартиру О том, что стоимость То есть если Я вам сказал о пособии иммигрантам То вы понимаете, что не только иммигрантам Помощь французам И тем, кто здесь живет Ну, французам тоже Помощь есть от государства Поэтому Все не так однозначно Как может показаться на первый взгляд Не нужно считать просто А, вот такая стоимость того-того-того А ты получаешь столько, значит все Есть еще разные нюансы Которые тоже нужно учитывать Так, давайте дальше Потому что, блин, эта батарея тоже Показывает Одно деление Хотя все заряжал Ну, видите, GoPro штука такая вредная Так, так, так Я немножко потерял А, вот Правда ли, что при оплате покупок В магазине по банковской карте Во Франции Есть ограничения на сумму оплаты От 15 евро и выше Да, это правда И причем Есть даже некоторые магазины В которых 25 евро, например А в больших супермаркетах Там, по-моему Ну, вот я сталкивался Когда 5 евро минимальная должна быть Покупка по карте Имеется ввиду Если вы хотите оплатить Карты, а не наличными Ой, воды попил Прошу прощения Это делается На самом деле Для того, чтобы Ну, там какие-то нюансы Есть с банковской Системы Чтобы Вы там не пользовались Хотя я не знаю Честно говоря Ну, то есть Там вроде понимаю Зачем, но Есть такой момент И были, да Разговоры о том Чтобы это дело отменить Но, по-моему Насколько я знаю Пока не отменили То есть, да Действительно Когда я прихожу Например, в Табакос И хочу купить 2 пачки сигарет Там, получается Не хватает Чуть-чуть до 15 И мне приходится Там 3 пачки брать Чтобы оплатить картой Или идти в банкомат Снимать Ну, то есть Не очень удобная штука В принципе Да, было бы лучше Если бы от этого избавились Но, по большому счету Сильно уж так Это не напрягает Далее идем Правда ли, что В странах СНГ Мобильная связь Интернет дешевле Чем Относительно в Европе А именно во Франции Да Да, да Это правда Гораздо дешевле У нас В странах СНГ Все как-то по привычке У нас Говорю Хотя Кто его знает Будет ли это Это еще когда-нибудь У нас Ну, да Это правда К примеру Вот Давайте я скажу Сколько я за свой интернет Плачу И за мобильный Например Интернет у меня Не особо шустрый От компании Буиг Которую я не очень Кстати, люблю Как раз По телефонам Мне не очень нравится Я сейчас хочу поменять Себе Тариф на телефоне А интернет Это не кабель Не какая-то выделенка Это По телефонным Этим проводам В принципе Качество нормальное Обрывов Практически не бывает Но при этом Скорость 12 мегабит На прием И Вот что плохо Для меня лично На загрузку Скорость очень маленькая Там 1.3 по-моему Максимум Доходит Из-за этого Когда я загружаю Ролики Например На тот же YouTube Это довольно Длительный процесс И Для французского Канала Это еще ладно Я не так часто Загружаю У меня есть Второй канал Игровой Где я практически Каждый день Должен Заливать То есть У меня компьютер Постоянно Практически Стоит на заливку Так вот За этот интернет Этот интернет Стоит 20 евро В месяц Такой интернет Стоит Ну тоже Там зависит От тарифов Разные тарифы бывают Бывают тарифы С большей скоростью Или там Ну я как-то особо Пока еще не интересовался Пока пользуюсь этим Может быть Когда перееду Куда-нибудь Мне надо будет Тогда я вот Этот вопрос Более тщательно Проштудирую И тогда вам еще Подробнее расскажу А за телефон Примерно то же самое Тоже там 19 Ну это такие средние Опять же Есть разные тарифы Есть тариф Фри Например Это всего лишь 2 евро в месяц И вы По-моему 50 минут У вас На месяц Есть Это такой Это как бы Самый дешевый Но в принципе Вот например Сейчас я хотел бы На него Как раз перейти Поскольку Поскольку Ну я Очень немного Звоню Очень немного Разговариваю Поэтому для меня Этот тариф Он был бы Более Логичным Чем тот Который у меня сейчас Сейчас у меня Карточка Которую я просто Могу пополнять И вот Как выговорил Мне надо снова Пополнять И это Не очень удобно Потому что там Не просто по выговору Там по-моему Еще и сроки Какие-то есть Что у меня Часто Получается так Что я вот Хочу позвонить Бац А мне говорят Что уже закончилось В общем Дурацкий тариф Но да У нас У нас гораздо Дешевле Гораздо Гораздо Дешевле Это Это факт Правда ли Что во Франции Не принято В ресторанах Оставлять чаевые И то что Девушки В ресторанах Также платят За себя Да Это тоже правда Это правда По двум причинам Во-первых Здесь Во всех Практически Во всех ресторанах В счет Уже включены Чаевые Ну грубо говоря Чаевые То есть За обслуживание Уже Уже там Ну это у нас есть Но у нас как бы Даже Даже когда включено То люди Все равно Отдают чаевые У нас У нас другой Менталитет У нас Как-то Я даже не могу Правильно описать Почему наши люди Любят давать чаевые Это какой-то такой Что ли способ Немного выпендриться Знаете Вот Особенно если там Девочка Какая-нибудь Официантка Симпатичная Вот там Ей Большую сумму Оставить Ну это такое Здесь Здесь это не принято Здесь Можно конечно Это сделать Вас в принципе Я думаю Никто особо Не осудит Если вы оставите Официанта Но в принципе Это не принято То есть Я даже Ни разу Не видел Чтобы кто-то Вот из моих знакомых Там Или что-то В этом духе Чтобы кто-то Оставлял чаевые Нет Просто Платите по счету И все Окей Эти всегда Официанты От этого Не будут К вам Хуже Относиться Не будут Там как-то Хуже вас Обслуживать Абсолютно Будут Улыбаться Счастливо Довольно Это их работа Они получают Хорошие деньги За эту работу И я же уже сказал Что Вдобавок ко всему Чаевые Они уже включены Поэтому В принципе Они и так получают Нормально Не беспокойтесь По этому поводу Если вы не оставите А вот По поводу Девушек Именно Платят ли девушки То За девушек Тоже Здесь Не очень То принято Более того Я скажу Что Ну это Опять же Зависит от девушек Девушки разные Бывают Так же Как и Молодые люди Бывают разные Кто хочет Тот может Конечно За свою девушку Заплатить Предложить Или просто Часто Бывают Просто люди Ну А вот Я угощаю Там Он может Заплатить Но это Его как бы Желание Это не то Что какая-то Обязанность Если ты идешь С девушкой Ты должен За нее платить Ну Понять Это уже Нюанс Как бы Вопрос Ваших Личных Отношений К этому К этому Делу Хотите Как-то Там Произвести Впечатление Можете Заплатить Но в принципе Не обязательно Часто Очень девушки Платят Сами за себя Более того Я хочу сказать Что бывает Даже так Что Пары Которые Встречаются Довольно Долго Даже Они платят Делят Пополам К примеру Ну Те кто Смотрел ролики Помните Тедди И Клотильду Которые Которые Встречались Там по-моему Два года Если я не ошибаюсь А может даже Больше Я не помню Точно И при этом Они жили вместе Они все Как бы уже Давно встречались Но при этом Был момент Когда мы ехали В Бордо Например Они заправляли Машину И Они При нас Как бы Она ему Давала Часть Часть Денег Для того Чтобы Ну типа За оплату Бензина Я не знаю Был ли это Намек Для нас Чтобы Намекнуть Нам Что нам Тоже нужно Скинуться Заплатить Вполне Возможно Такой вариант Но Вот такой Такой Момент Был Сейчас Кстати Они Разошлись Это к вопросу Тоже там Кто-то у меня Спрашивал Что-то У Тедди Или Клотильды Спросить Я с ними Не общаюсь Они разошлись Сами между собой Тедди По-моему В Бордо Уехал Клотильда Тоже там где-то По-своему И я их не вижу Я с ним не общаюсь Поэтому в принципе Не могу Особо У них чего-то Сейчас уже Спрашивать Далее 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 Каково вам жить Во Франции А конкретнее В вашем городе Хотели бы вы Переехать Во Франции Жить Мне нормально Меня устраивает В принципе Меня устраивает Конечно Как я уже сказал Есть нюансы Бывают Разное настроение Бывает То что Скажем так У меня во Франции Нет друзей К примеру То есть Таких настоящих друзей Да в принципе И не настоящих Нет И знакомые Там да Какие-то Но друзей С которых Знаете Для меня Понятие друг Это когда Вместе Там можно Куда-то Что-то Все там Делиться Друг с другом Такого нет И из-за этого Конечно Мне Иногда Бывает Как-то Скучновато Грустновато Там Но в целом Как бы Жизнь Как таковая Во Франции Меня полностью Устраивает Может быть Не полностью Но устраивает И возвращаться Например В страны СНГ Я не планирую Нет такого Желания А вот Конкретно В моем Городе Конечно С одной стороны Хорошо С одной стороны Хорошо То что Маленький город Спокойно Здесь Я себя чувствую Ну Как-то Знаете Отдыхаешь Здесь Морально Природа Хорошая Красиво В принципе Погода Тоже Хорошая И Нормально В этом Смысле Но Вот В плане Какого-то Экшена Где-то Потусить Потому что Иногда Тоже Конечно Хочется Чего-то Такого Суетного Городского Но В каких-то Таких Допустимых Пределах Ну просто Потусить Иногда Хочется То да Тут уже Немножко Задумываешься О том Что где-нибудь В большом городе Было бы Интереснее Там Концертов Больше Каких-то Мероприятий Ну Понимаете О чем Речь И Хотел бы я Переехать Ну Наверное Да Наверное Это Будет Логично Со временем Я думаю Мне Нужно Будет Куда-нибудь Передвинуться Подальше Мне кажется Мне просто Надоест Уже Это Спокойствие Все-таки Я еще Не совсем Пенсионер Чтобы Чтобы Уже Здесь Прямо Оседать По полной Поэтому Да Есть Мысли О том Чтобы Переезжать Правда ли что Во Франции За наличие Телевизора Нужно платить Ежемесячный Налог Вы уже Примерно Два года Как живете Во Франции Как вам Кажется Насколько Ваш Французский Стал лучше И что До сих пор Не поддается Да Действительно Есть Налог За телевизор Но Вот Опять же Это Возвращаясь К тому К вопросу Про ролик Про тот Да Вот Они по-моему Тоже Там Что-то Что-то По этому Поводу Упоминали И Опять же Это подается Все Представляете Там даже За телевизор Над налог Платить Это Это налог Вот Я здесь Выписывал На бумажке Это налог Называется Такса Абитасьон Это Ну Это Просто Обычный Налог На Все подряд На мусор Там На На Что там Еще Ну На Какие-то Столбы Там Которые Возле Вашего Дома Например Это Все Я так Понимаю Входит В этот Налог И Это Вполне Себе Нормальное Явление Именно Потому Что Здесь Есть Налоги Именно Поэтому Здесь И Довольно Уютно И Чисто И Красиво Убрано Там Подстрижены Кустики Там Дороги Ну То есть Все Это Делается Как раз За какие Деньги За налоги Это Делается И Во Франции Есть Три Три Вида Налогов Tax Habitation Потом Tax Revenue Это Это Налог На Доходы То есть В зависимости От ваших Доходов Ну Самый Как бы Известный Стандартный Налог Когда Вы Зарабатываете И потом Государство Отдаете Какую-то Часть И Здесь Во Франции Да Налоги Большие Конечно Поэтому Поэтому Даже Некоторые Вот Французы Такие Как Жерарди Пардье Убегают Причем Чем Больше Вы Зарабатываете Если Если Вы Там Миллионер То Тем Больше Налоги Чем Больше Вы Зарабатываете Тем Больше Налог Такая Вот Система И Конечно По-моему До 70% Даже Доходит Налог Вот Представьте Если Вы Миллион Заработали В месяц Да Ну Грубо говоря Или Там Не важно Месяц В год Из этого Миллиона Если Это 70% То 700 Тысяч Вы Должны Отдать Это Конечно Да Не знаю Был бы я Миллионером Тут Конечно Я Может Быть Уже Задумался Что Это Немножко Так Жестко Ну Ну Так 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 Зак Зак Что Поделаешь И Третий Налог По-моему Называется Такса Локо И Как Лок Имеется ввиду Короче Локация Наверное Ну то есть Вот Как раз Вот эти Дороги Дорожные Знаки Там Разметки Всякая Вот эта Ерунда Клумбы Там Где-то В центре Города Я так понимаю Третий налог За это Отвечает В общем Три вида налогов Но про налоги Я лично Еще не платил налоги Как раз Вот в этом году Я начал работать И В этом году Я первый раз Буду платить Налоги По своим Доходам И все такое Поэтому Я думаю Я еще вам Потом подробнее Расскажу Когда сам Уже Ближе Столкнусь С этим А и важный момент Что вот например Налог на доходы Он как бы В обратную сторону Тоже работает Если вы много Зарабатываете Вы много платите Но При этом Если у вас Плохой доход Если вы Зарабатываете Там меньше СМИ Как пример Что-то у вас Там не сложилось Да То Прикол какой Даже вам Доплатят То есть Не вы будете Платить налоги А вам Вам доплатят Если вы Плохо зарабатывали Не сложилось У вас там Что-то С работой Причем Бывает Что даже Суммы Очень даже Неплохие В доплатах В этих Так Ой-ой-ой Что случилось Где все Вопросы Вернитесь Пожалуйста Так-так-так-так-так Сейчас-сейчас-сейчас Я немножко Потерял Вот Как интересно Во Франции Относится К русским И русскоговорящим Я думаю Точно так же Относится Никакого Особенного Отношения Нет Я по крайней мере Не заметил Ну Может быть Есть Есть люди Которые Не очень Скажем так Хорош Недолюбливают Как бы правильно Их В общем Назвать Тех самых Жителей Теплых стран Что ли Немножко Загорелых Есть Французы Которые Не очень Любят Там Арабов Например Или Африканцев И Они могут Но опять же Это все Знаете Относительно Разные люди Разные мнения Но Даже они Как бы Могут Там просто Там Что-то там За глаза Там Тебе сказать А вот Там А он Араб Там Он Что-нибудь Такое Но в принципе Это все Дальше этих Слов В принципе Не идет То есть Ну Свобода Равенство Братство Знаете Это главные Главные Три слова Во Франции Поэтому Они здесь Очень Придерживаются Этого И Не особо Как-то Выражают Своё Недовольство В отношении Расы Или Языка На котором Ты говоришь Или Цвета кожи Например То есть Абсолютно Нормально Они относятся Никакой Большой Разницы Нет Все зависит Больше От человека А уже На каком языке Он разговаривает Это уже Другой вопрос Далее Добрый день Скажите Если знаете Как определяют В какой класс Ребенок пойдет По возрасту Или по знаниям Говорят Какие-то тесты Проводят Спасибо Ну В вопросе Имеется ввиду Ребенок Не француз Который Родился Во Франции А ребенок Который Приехал Да Вот вы Допустим Приехали Со своим Ребенком Я так понимаю Потому что Ну Французских Детей Оценивать Они Ну В общем Речь Наверное Наверняка Идет О приезжих Детях Я По этому поводу Скажу Что есть Классы Вот Артур Мой сын Когда мы сюда приехали Он В Украине Он полгода Только успел Отучиться В школе В первом классе И мы уехали И когда мы сюда приехали Остальные Полгода Ну и дальше Он уже доучивался здесь И вот Есть специальные Классы Которые Как-то неправильно Называются Там Клин Клин Клиз Ну это Более подробно Если вам нужно То лучше погуглить В общем Классы Которые Классы адаптации Или как-то так Они называются И вот Артур Тоже месяц По-моему Или даже два Он ходил В другую школу Вот В такой вот Специальный класс Причем Этот класс Не только для иностранцев А и для французов Тоже Если там У ребенка Какие-то сложности С адаптацией Там С детьми Он как-то там Что-то не очень У него складываются Отношения Или что-то такое Какие-то проблемки есть То они тоже В том классе Учатся То есть Соответственно Никаких проблем Когда ребенок Приезжает Его не просто Кидают Там сразу В общий Котел Скажем так Со всеми французами И вот он Если вы боитесь Что он там Будет проблемы С этим иметь То нет Все нормально Они Как правило Вот отдают В такой класс Сначала Которым Ребенок Ребенку Объясняют Французским Конечно же Он там Больший уклон Идет на Французский язык И плюс Объясняют Разные Правила Как у них Здесь Может быть Если есть Отличия То есть Ну вот как-то так Надеюсь Ответил Понятно Далее Здравствуйте А можете Сделать видео О том Как вы адаптировались К разговорному Французскому Каким образом И как долго Обучались Языку Или такое видео Уже есть Наверняка Всем интересно Спасибо за вопрос К французскому Разговорному Языку Я адаптировался Ну Не знаю Никак По большому счету Я его даже не учил То есть Это возвращаясь К той теме Которую я немного затронул В ролике Как Как переехать во Францию По моему ролик называется Там где я говорил Потому что там в комментариях Потом мне Кто-то написал Что Вот Язык это очень важно Зря ты так считаешь Что Мол Язык Не нужно Там За него думать Язык это очень важно Конечно Конечно Язык это очень важно Я не Не это имел ввиду Я имел ввиду Что не стоит Ставить Язык На первое Первостепенное Значение Ему придавать То есть Если вы Какие-то сложности С изучением Языка Чувствуете на себе То это не значит Что нужно поставить Крест Вообще На идеи Переезда В какую-то страну Я вот К чему веду Я например Когда сюда ехал Я французский знал Ну Знаете Ну там На таких Вот Ну буквально Самые элементарные вещи Что в общем-то Конечно Стоит Знать То есть Совсем Не нужно забивать Я считаю Что даже туристам Когда ты едешь В какую-то страну Ты как минимум Должен Там не знаю Спасибо Здравствуйте Спасибо До свидания Хотя бы Самые-самые Элементарнейшие слова Ты должен Ибо это просто Некультурно Это просто Неуважительно Когда ты Вот Я здесь встречал Когда работал на практике Например Итальянцы Вот у них что-то У итальянцев У них что-то такое Есть Причем Это даже Работники Кто в магазине работал Они мне даже скажут Что действительно Итальянцы Вот они никогда Не пытаются Даже разговаривать На другом языке Кроме своего Они приходят Я лично это видел Когда пришел итальянец Он там карточку какую-то На фотоаппарат Хотел купить И он вот просто На своем Там Так знаете Эмоционально Все И он даже не пытался Единственное что он Мерси потом Мерси Мерси В конце он сказал Это все что он знал На французском языке И вот это Не совсем уважительно Как мне кажется Даже если вы Туристом едете А не жить там Или что-то еще То вы должны Хотя бы чуть-чуть Элементарные Какие-то фразки Сказать Тогда ну просто Это мне кажется Приятнее Носителям языка Когда кто-то К ним обращается Хотя бы что-то знает А я вот Вот где-то На таком уровне Я и знал Французский Ну просто я приезжал До этого сюда Несколько раз И ну что-то Какие-то вот Мельчайшие там Словечки Обороты Какие-то Я уже да Чуть-чуть знал Но это вообще Минимум Минимум И здесь потом я Тоже его практически Не учил То есть Я ходил на курсы И курсы Да Хорошие Так Как видите Я уже Снова Переместился У меня Закончились Все три Батареи К сожалению Хотя их все Все три Заряжал Готовился Но они уже 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 не держат Заряд Видимо Надо Новые покупать И Я потом Реш Поехал домой Поставил их На зарядку И мне как раз Нужно было Уже время Подходило Нужно было ехать Поэтому В общем Сейчас уже Вечер Темно на улице И я уже дома На улице снимать Уже не алло Я дома У меня здесь тоже Немножко Не супер Хорошее освещение Поэтому я надеюсь Картинка не очень страшная А ездил я Кстати Тоже Похвастаюсь Я правда хотел Планировал это Прямо в отдельном ролике Более помпезно Но Нет терпения ждать Я как раз ездил За Вот этой штукой Я наконец-то получил Я довольно долго делал И Потом Ждал еще Где-то Месяц Может быть Чуть меньше В общем Они готовы Сейчас у меня Где-то есть Распечатанная уже Без клееночки Вот она Это Хочу презентовать вам Это моя книга Ну конечно Книга это звучит Слишком гордо Это Такое Скажем Альбом с фотографиями Это мои работы За период Ну не знаю Там есть Может быть Пару фотографий Совсем старых 99-го 2000-го Может быть Есть И Очень свежие 2015-го По-моему Даже 2016-го Есть Но не факт В общем Такая вот штука Рад с вами Поделиться Я В принципе Очень рад 44 страницы Я не буду Сейчас Пролистывать Показывать Ну так Может быть Выборочно Вот Надеюсь Вам видно Потому что Здесь есть Картинки Для Взрослых Соответственно На ютюбе Такое Показывать Нельзя В общем 44 страницы Моих Фотографий Я Лично Доволен Правда Очень дорого Конечно Мне это дело Обошлось Каждый Один Такой Экземпляр Получается По стоимости Сейчас Не буду Считать Но в общем Дорого Дорого Поскольку Просто Причина в том Что Тираж Очень маленький Я Естественно Не печатал Какие нибудь Там Настоящие Книжные Тиражи Там 3, 5, 7 Тысяч Буквально Единичный Тираж Поэтому Очень дорого Но Тем не менее Я рад Теперь будет У меня Такое Портфолио С которым Я смогу Куда нибудь Пойти Кому нибудь Показать И Глядишь Что нибудь Из этого Полезное Выйдет Но Суть Не в этом Мы должны Продолжить Наши ответы На вопросы Остановились мы Я помню На каком вопросе Мы остановились Но я не помню Как много Я там успел Наговорить Камера там Отключилась Я точно Момента Отключения Не заметил Поэтому Не совсем Уверен Вопрос был По поводу Адаптации К разговорному Французскому Каким образом Обучались Языку И как Долго И в таком Духе Я там В принципе Много Наболтал Я помню Но Не знаю Что нибудь Еще Какой нибудь Вывод Самый главный Я Язык Не учил Что называется По настоящему Я не сидел Не зубрил Даже на курсах Когда Я ходил на курсы Это понимаете Это просто На курсы Ты приходишь И в этот момент Пока ты там Ты что-то Смотришь Читаешь Какие-то Узнаешь вещи Но в принципе Потом Знаете Как нормальный Студент Или ученик Он приходит домой Делает домашние задания Что-то дома Еще Штудирует Проходит Переписывает Какие-то задания Делает Я этого не делал И вот Только то Что на курсах Нам давали То я Как бы Внимательно Очень Как бы С интересом Это все изучал Слушал Преподавателя Хороший преподаватель Кстати говоря На курсах Три преподавателя У нас были И Двое из них Не французы То есть Они не родились Во Франции Одна преподаватель Она из Марокко Приехала А другая Из Германии Но при этом Они приехали Там Чуть ли не В самом-самом Маленьком возрасте Поэтому они Идеально Разговаривают На французском И как Получается Еще и учат Для них Проще Потому что Там много Было Например Из того же Марокко Тоже были Ученики Там из Египта Например У них там языки Как-то похожи Насколько я понял И она с ними Там могла общаться Ну в общем Интересно было Все это слушать Но Мне кажется За вот эти Пару месяцев Которые я туда Походил Я прям уж Супер Как-то чего-то Не выучил Знаете Вот мне так кажется Я По большому счету Учил Скажем так По необходимости Просто Общаясь На работе На той же Например Или где-то Вот просто Постоянно Сейчас Постоянно Французский язык Он вокруг меня Поэтому Поэтому Ты Волей-неволей Просто наматываешь Себе на уз Именно поэтому Я говорил Что Не нужно Слишком Зацикливаться На языке Если вы Сейчас находитесь У себя В стране Но хотите поехать И Пытаетесь Изучить язык И вам кажется Что он вам Ну не дается Совсем Вам очень тяжело Забейте Ну как забейте Не считайте Это Главной причиной Чтобы не ехать Например Потому что Когда вы Поедете И вы попадете В эту среду Все будут Вокруг вас Разговаривать Вам просто Нужно будет Тоже Разговаривать Нужно будет Понимать И Из-за этого Оно само Начнет вливаться Ну конечно Лучше Естественно Всегда лучше Если у вас есть Возможность Заранее Язык Подучить На какие-то курсы Пойти Перед тем Как ехать Конечно Если вы будете Узнать язык Вам будет легче Это Абсолютно Бесспорно С языком Намного Больше Возможности Сразу же Открывается И Легче Гораздо Жить Знаете Я вот Помню Фильм Был такой Называется Тринадцатый Воин Там Бандерас Главной роли Был Фильм о том Как Арабский Какой-то Воин Попал Ну это Средневековье И он Попал К Викингам Он там С ними Поход Какой-то Пошел Я уже Точно Не помню Но мне запомнился Один Момент Интересный Когда Там вот Показывали Его Его изучение Языка Причем Бессловно Никто его не учил Просто показывали Знаете Красиво Так как он Там вечерами У костров Он сидел И просто Слушал Они все Там что-то Что-то Болтали На своем Так еще Довольно Классно Сделали Когда Они Разговаривают На своем Языке То есть Ты смотришь Не понимаешь И потом Постепенно Раз Раз Некоторые Слова Начинают Становиться Понятными Ему То есть Как бы Некоторые Слова Начинают На русском Языке Да Я смотрел В русском Дубляже Некоторые Слова На русском Так больше 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 То есть В принципе Вот Я тогда Подумал А наверное Это не может Такого быть Чтобы вот так Вот просто Ну то есть Я подозревал Что да Наверное Но для этого Нужно очень много Времени А в принципе Так оно и есть Ты просто Слушаешь Слушаешь Ты Раз Фразу Услышал Не понял Ее Второй раз Услышал Ага Уже ты понимаешь Что фраза знакома Но ты ее еще Не понимаешь О чем она Да Потом Раз ты Допустим Там уже По каким-то Моментам Или спросил перевод Ага Ты уже понял Следующий раз И так вот потихонечку Оно все накапливается Накапливается То есть В Среде Языковой Того языка Который вы хотите изучить Если вы находитесь В этой среде То язык Гораздо легче учить Это Я думаю Любой преподаватель Языковой Он 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 будет со мной согласен Это работает Гораздо лучше Чем Когда вы Общаетесь на своем Когда преподаватель Даже с вами Разговаривает Бывает Вот я в институте Там когда учился Преподаватель Разговаривает На На русском С тобой Но При этом Там какие-то фразы То есть Это уже Совсем Совсем Прям такой Способ Устаревший Мне кажется Ну вот По моему По этому По этому вопросу Я теперь все ответил Тут у нас Осталось буквально Три вопросика Сейчас мы Уже Быстренько Можете рассказать Не только про адаптацию И обучение Но и о том Например Насколько Раздражительны Или понимающие Французы Когда слышат Речь с ошибками О том Какой минимальный уровень Должен быть Для туриста Или для того Кто хочет там жить Ну это вот Кстати В принципе Дополнение Небольшое Получается К предыдущему вопросу Я там уже говорил О том Что Когда вы Даже туристом Куда-то едете Желательно Знать Хоть что-нибудь Какие-нибудь основы Это полезно А по поводу Раздражительности Нет Я не думаю Здесь Очень Много Иностранцев Французы Они в принципе Привыкли к иностранцам Их Их реально много То есть Даже элементарно На моей работе В других местах Очень много Очень часто Встречаются Конечно не русские Постоянно встречаются Их наоборот Не так уж много В основном Здесь в моем По крайней мере Здесь в моем регионе Где я живу Здесь чаще встречаются Кавказской Кавказской Кавказцы Скажем так Там Ну я в общем Так называют Чеченцы Или чечены Как правильно Я даже не уверен Армяне Там Грузины Вот что-то Из Из Тех Краев А прямо Совсем русских Или украинцев Здесь очень Очень не часто Встретишь Но В целом Из других стран Иностранцев Во Франции Очень много Поэтому Французы Очень привыкли К тому что Бывает конечно Опять таки Все зависит От человека Может быть Кто-то Знаете Настолько Какой-то там Забыченный Человек Который Не хочет Слышать А бывает Кстати еще и другое Французский язык И как бы Сами французы Они Ну Как бы так сказать Они не очень Интересуются Другими странами Другими языками То есть Если У нас В СНГ Многие Знают Английский Язык Многие Там Чуть-чуть Другими языками Может быть Интересуются В целом Как бы Интерес к иностранцам Есть Когда вот Иностранец У нас Какой-то Появляется Да К нему Как бы Нет такого Наплевательского Отношения Все равно Какой-то Есть интерес Хочется у него Спросить что-нибудь Поговорить Свой там Английский Например Как-то проверить Свои умения Там Что-то То есть Есть интерес К человеку То здесь Во Франции Как раз Из-за того Что иностранцев Много Они уже Привыкли И им уже Как бы В принципе Абсолютно Иностранец Ну ладно Иностранец Даже Иногда Даже бывает Что Из-за того Что ты иностранец Особенно Если ты не очень Говоришь по-французски То в принципе Если вот есть Два Допустим У него варианта Да У вашего Какого-нибудь Собеседника Есть Вы Который плохо Говорит И есть француз То он в принципе Как бы С вами Да Там Перекинется Пару слов Но больше Будет разговаривать С французом Потому что Ему просто Легче Ему не надо Там Прислушиваться Понимать Вас Или что-то еще Поэтому он больше Будет даже С французом Общаться И это Вот одна из Таких Ну проблем Скажем так Потому что Ну как-то Как-то Ты ожидаешь Что ты вроде Иностранец Что к тебе будут Проявлять интерес Просто потому что Ты иностранец Хотя вы просто Знаете Ну обычный Человеческий Интерес Узнать там А что А кто А как у вас А как у нас Вот на этом Обычно и завязывается Тема для разговора Да С неизвестными людьми А не все На самом деле Интересуются Не всем Они Ну Есть люди Которым просто Как бы По барабану Им ничего не надо Они там Я знаю Свои темы Какие-нибудь Обсуждают Местные И все И еще Есть такой момент Что они Сам французский язык Они вот Его как-то Не могут Как бы это Правильно сказать Не могут Интерпретировать Что ли Я не знаю Но вот у нас Если даже Ты слова Возьмешь предложение На русском языке И ты там Местами слова Переставишь И скажешь Кому-то То человек Все равно Поймет То есть Как-то он Оп-оп Сложит И поймет А тут Не все Так умеют И соответственно Если ты говоришь Неправильно Например Вот эти вот Приставки Или как они Правильно называются Лё Ля Да Вот эти штуки Женский Мужской род Ле Множественный Вот к примеру Ты говоришь Что-нибудь Какое-нибудь слово Без этой приставки Француз может Не понять Если допустим Особенно Нет контекста Какого-то Если вы не о чем-то Разговариваете Конкретном И это в контексте А просто Там не знаю Ну сейчас Какое-нибудь слово Сложно подобрать Какой-нибудь Каф Например Каф Это название Организации Которая там Помощь Всякую Социальную Выплачь Вот ты Если скажешь Французу Ну там Тара-та-та-та-та На английском На английском На французском Будешь ему говорить И вот там Каф Я ходил в Каф И скажешь Это как бы Без ля То есть скажешь Это по-нашему По аналогии С русским языком Он может не понять У меня даже Были такие ситуации Я говорю Ну Каф Она смотрит Не вынимает Я потом Говорю Ля Каф Уже начинаю Просто Подставлять Потому что знаю Там ля Лё Я даже Могу не знать Какой это род С этим кстати Есть проблемы У меня Женский Мужской Вот эти вот Куда лё Куда ля Вставлять Не всегда Понятно Есть такие слова Которые я Например Не могу догадаться Сразу такие Какой это род И Когда вот я Ей уже сказал Ля Каф Например Ааа Ля Каф Да 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 Все нормально Понимаете Вот Есть такие нюансы Так что тут Все тоже Относительно Но Раздражения Нет Раздражение В принципе Как таково Раздражение Из-за того Что вы как-то там Неправильно говорите Я думаю Это редкие случаи Даже больше Исключение Зависит опять-таки От человека Если человек Придурок То Извините Тут Он может реагировать Именно как придурок Так И по-моему Последний вопрос Да Маленький вопрос Что мне будет Если я незнакомую девушку Француженку Ухвачу за задницу У нас В провинции России За это ничего не будет Ни штрафа Ни срока Может только Сама девушка Начнет меня толкать Вот и все Ну Здесь Возможны последствия Причем Все конечно Опять-таки Зависит от ситуации Насколько Там Знакомая Ваша девушка Или незнакомая Но Вполне Можно нарваться На такую Которая Сразу В полицию Побежит Да Это в принципе Есть такое Ну Опять-таки Все зависит От ситуации Это Кто Где Когда С кем Куда В какой Обстановке Это все зависит Но в принципе Незнакомых Лучше Не хватать Потому что Можно Можно в принципе Нарваться Это Как бы Противозаконно По большому счету И в России Мне так кажется Это тоже Противозаконно И по большому счету Тоже Можно попасть Просто у нас Люди Не особо-то Привыкли В милицию Обращаться Потому что Просто Наверное Не знаю Есть какой-то Стереотип Правильный Как мне кажется О том что Милиция Не очень-то Поможет А зачастую Еще и хуже Сделает Поэтому у нас Люди привыкли Сами разбираться И Что-нибудь там Как-то Каким-то Своим Методом А по большому счету То же самое Только здесь Полиция Она Более адекватная Что ли Я не знаю Как сказать Вот и все Это был последний вопрос И у меня здесь Вот еще на бумажечке В самом низу Пометка есть Но она относится К тому вопросу Который мы уже обсуждали Это По поводу Гражданства Когда спрашивали Я здесь просто Хочу Зачитать Вот эту свою Пометку Что Гражданство Получение Гражданства Самого Сейчас Усложнилось То есть вот буквально Вот в этот год Ну даже Может быть Не в этот В предыдущий Но где-то вот В ближайшие эти годы Сам процесс Получения Гражданства Он Усложнился Если Пять там Лет назад Это было вообще В принципе Не проблема Если ты там Допустим Девушка Допустим Вышла Или женщина Вышла замуж Прожила здесь Там три Или сколько Там По Супружеству По-моему Пять лет Или Не помню точно Вот она прожила А все Она может подать На гражданство И в принципе Ей дадут То есть сейчас Уже Усложнили Они ввели Различные экзамены Например По языку Уже теперь Есть Экзамен По языку Категория Или как это Правильно называется Б Должна быть Это Такой Как бы Уровень Выше Чем тот Который я сдавал Вот например Я сдавал Вообще Не тоже Не помню Как он называется Но это Самый-самый Простейший То есть Элементарные вещи Здравствуйте Меня зовут То-то То-то Если вы можете Сказать Вы сдадите Экзамен А в Б Там уже Чуть Посложнее Уже Более Такой И плюс К этому Еще Вам могут Задавать Вопросы Про Францию То-есть Элементарно Кто такой Наполеон Или Когда была Революция Французская Или там Знаете Вот такие вещи Которые касаются Истории Франции Это Ну как бы Знаете Такая Интеграция Должна быть У вас Вы не просто Должны приехать Вам ничего Не интересно Здесь во Франции Вам нафиг Ничего не надо Вы просто хотите Тут жить И все Они именно Не нравятся Они хотят Чтобы вы Знали Чтобы вы Интегрировались Чтобы вы Знали про Францию Больше Знали ее Порядки Ее законы Ее историю То есть Это не то Чтобы знаете Прям какой-то Суперсложный Экзамен Но В принципе Какие-то Основные вещи Нужно знать Желательно Знать Для того Чтобы получить Гражданство Вот такое Дополнение Еще И в принципе Все На этом Вопросы Закончились В принципе Мне кажется Я уже там сбился Сколько всего Минут Наснимали мы За все это время Но Не важно Какой ролик Длинный не будет Да что ж такое Я все время Пью газированную Воду Перед этим И потом Мне Вот И что В конце Нужно сказать Это то Что Я жду Ваших Следующих Вопросов Надеюсь Они у вас Появятся За Ну не знаю За какое Время Не важно В принципе Как наберется Какое-то количество Определенное Тогда я Сделаю снова Очередной ролик Ответы на вопросы Поэтому Задавайте их Не стесняйтесь Любые В принципе Любые вопросы На любую тему А там уже Посмотрим Как мы их Как мы их будем Отвечать Подробно Или же Не очень И вопросы Задавать Лучше всего В группе Вконтакте В разделе Это кресло Кстати Трещит Не обращайте Внимание Это не какие-то Там звуки Потусторонние Вопросы Лучше всего Задавать Оставлять Вконтакте В нашей группе Ссылка есть Под этим видео Под любым Вообще Роликом Есть Ссылка На контакт И вконтакте Прямо Раздел Так и называется Ответы На вопросы Зрителей Туда Просто Пишите Его Ну Если Это в идеале Конечно Если вам Совсем уж Лень Вы можете Написать Под любым Роликом На ютуб В комментариях И я его Тогда уже Сам перенесу Но Если вы Напишите Вопрос На ютуб То есть Вероятность Того Что я могу Пропустить Могу Его Не заметить Если Как-то Там Что-то Пойдет Не так Или Еще Он В спам Кстати Тоже Может Попасть Если Допустим Там Ссылки Какие-то Будут Так Что Все Надеюсь Надеюсь Вам Я просто Не хочу Прощаться Потому Что Мне Крутится Мысль Что 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 Еще Хотел Но Конечно Я Не помню Что Это Поэтому Я Это Уже Сделаю В Следующем Ролике А на Сегодня Все Большое Спасибо Что Посмотрели Ставьте Вот Эти Штуки Если Хотите А не Хотите Не Ставьте Тоже Не Обижусь Но Лучше Если Поставите А Еще Лучше Что Вообще Хорошо Для Канала Для Продвижения Для Как бы Увеличения Количества Подписчиков А Это Означает Что Увеличится Вопросы Те же Самые Например Больше Людей Больше Вопросов Ну И вообще Просто Будет Интереснее Мне Очень Нравится Когда Ролики Я Выкладываю Ролики И Люди Обсуждают Что Говорят Свои Какие Мысли По этому Поводу Задают Вопросы Я Общаюсь Я Практически На все Комментарии Стараюсь Отвечать Бывает Иногда Что-то Пропускаю Но В основном Отвечаю Поэтому Мне нравится Очень Когда Есть Такое Движение Тогда Как-то Настроение Появляется Что-то Еще Делать И Я Сказал Или не Сказал Что Самое Главное Это Когда Вы Делаете Репост Когда Вы Как Это Правильно На Ютюбе Называется Когда Вы Делитесь Да Кнопочка Поделиться Этим Видео И там Всякие Фейсбуки Контакты Одноклассники Твиттеры Куча 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 Всяких Разных Соцсетей Вот Реально Когда Кто-то Один Даже Или два Человека Берут Делают Репосты Сразу Как-то Приходят Люди Новые Сразу Какое-то Движение Появляется Поэтому Если Вам Двадцать Пятый Раз Прощаюсь Спасибо За просмотр Всем пока До новых Видос Продолжение следует